Здравствуйте, дорогие братья и сестры! На телеканале Союз Церковный Календарь. Сегодня вторник, сыр на седмице. 21 февраля по новому стилю или 8 по старому. На этой неделе мы не вкушаем мясной пищи. И сегодня мы творим память. Пророка Захарии Серповица, несшего свое служение в VI веке до Рождества Христова. Великомученика Феодора Стратилата, пострадавшего в первой половине IV века. Святителя Саввы II архиепископа сербского XIII века. Священомучеников Симеона Кульгавца, Андрея Добрынина, Сергия Любомудрого, Петра Маркова и Александра Абисова, пресвитеров. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня основная часть нашей программы будет состоять из материалов допроса священомученика Сергия Любомудрого. Будущий священномученик Сергий родился 4 июля 1878 года в селе Мышцы Касимовского уезда Рязанской губернии в семье священника Иоанна Любомудрого. В 1899 году, окончив три класса Рязанской духовной семинарии, он стал служить псаломщиком в соборе в городе Пронске. В 1906 году Сергей Иванович был рукоположен в одьякона ко храму в честь Казанской иконы Божией Матери в селе Сушково Луховицкого уезда Рязанской губернии, а в 1916 году в освященнике к этому храму. Здесь он прослужил до ареста. В последний раз отец Сергий служил в храме 3 февраля 1938 года, а 6 февраля был арестован и заключен в тюрьму в городе Коломне. Председатель Сушковского сельсовета дал по требованию сотрудников НКВД справку, в которой написал, что священник ведет в селе контрреволюционную агитацию о том, что коммунисты закрывают церкви верующим колхозникам. Священник говорил, чтобы они сходили в сельсовет и попросили для него разрешения на хождение по домам крестьян с молебными. Кроме того, отца Сергея обвиняли в том, что когда в 1937 году умер живший в селе Сушково на покое, священный исповедник-епископ Феодосий Ганецкий, он пригласил других священников и народ на погребение архипасторя. Поясним. Владыка Феодосий Ганецкий 3 февраля 1930 года на 70-м году жизни получил второй свой срок. По становлению коллегии ОГПУ он был приговорен к заключению в лагерь сроком на 5 лет с заменой на высылку в Северный край на тот же срок. В мае 1933 года дело было пересмотрено, и святого епископа освободили. На 73-м году жизни владыка вернулся в Коломну, затем жил в селе Сушково Луховицкого уезда Рязанской губернии на расстоянии свыше 101 километра от Москвы. Служить ему было запрещено, и епископ мог только присутствовать и молиться, как обычный прихожанин, во время церковных богослужений. В этом селе 3 мая 1937 года и окончилась его земная жизнь. Похоронен священный исповедник был там же у алтаря Казанской церкви. Отпевание епископа Феодосий совершал клирик этого храма, упоминаемый сегодня Ирий Сергий Любомудров. Нам известны материалы допроса отца Сергия, который проходил в течение двух дней после ареста. Следователь задавал вопросы. В августе 1937 года вы устраивали в селе Сушково похороны умершему архиерею Ганецкому. Расскажите об этом. Архиерей Иван Федорович Ганецкий, которому было около 80 лет, служил раньше в городе Коломне, а года три назад, прибыв из ссылки, поселился в селе Сушково. Он умер в первых числах мая. Хоронил его я, как приходской священник. О его смерти я никого не извещал и населению не говорил. Всего из духовенства было на похоронах пять человек. Повторяю, духовенства я не собирал и народ не оповещал. Сколько примерно было людей во время обедни и на похоронах? На похоронах архиереи и во время обедни было примерно 150 человек. По материалам следствия вы распространяли слухи, что покойный архиерей был святой. Верно это? Нет, таких слухов я не распространял. Сколько всего панихид вы отслужили на могиле архиерея Ганецкого? Я отслужил на могиле архиерея Ганецкого примерно 50 панихид. Служил и в церкви, и на могиле. Вы верующих агитировали за то, чтобы они требовали разрешения сельсовета производить вам подворный обход с молебнами. В 1936 году я сам пошел в сельсовет в Сушкове с просьбой разрешить не служить по приходу, но мне ответили, что нельзя. Когда я сослался на статью Конституции, то мне подтвердили, что нельзя. Я пошел в соседний сельсовет с этим же вопросом, но и там мне сказали то же самое. Неудовлетворенно этим я пошел к прокурору с этим же вопросом, но тот мне ответил, что без разрешения ходить нельзя. Я и не ходил. А перед маем 1937 года церковный староста спросил меня, пойду ли я по приходу. Я ему ответил, что если сельсовет разрешит, то пойду. Староста пошел в сельсовет, но ему разрешения не дали. Больше никто не ходил, и я никого не посылал. «Вы всю свою жизнь посвятили служению в церквях по убеждению или из материальных выгод?» спросил священника-следователь. «Я служу в церкви в соответствии со своими убеждениями», ответил отец Сергий. «Вам известно, что религия, которую вы проповедовали, есть дурман для народа?» «Религию я дурманом для народа не считаю». «Вы признаете себя виновным в том, что в мае 1937 года вели агитацию, что...»